Всем привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на своём канале, хотя я прекрасно понимаю, что настроение у людей сейчас просто ужасное, у людей, у которых есть сердце, которые умеют чувствовать боль, которые переживают за то, что сейчас произошло, и просто невозможно, ребят, невозможно реагировать по-другому, как только через боль, через внутренние переживания, и в голове не укладывается, что такое могло произойти в моей братской стране, в стране, где живут мои дети, в стране, где живут мои друзья и просто прекрасные люди. Невозможно, невозможно понять, как такое могло произойти. И вы знаете, ребят, когда всё произошло, я, как обычно, вечером на утро записывала обзоры, и ничего не предвещало беды. И тут мне написала моя подписчица, не просто подписчица, а уже близкий по духу мне человек, и сообщила эту новость. И, естественно, естественно, сразу включили новостные каналы, начали читать, и просто волосы на голове вставали дыбом. Мы с мужем практически до утра не спали, мы просто не могли уснуть, мы просто не могли уснуть. К утру мы чуть-чуть буквально задремали и проснулись, и когда проснулись, естественно, бросились читать свежие новости. И когда видели, что жертв всё больше и больше, просто ребят, просто пребывали в шоке. Это просто ужас. Я не знаю, что ещё можно сказать. И позже уже, когда появилась в сети информация, что всё это сделали таджики, вы знаете, ещё больше всё внутри перевернулось. Как же так? Как же так? Не буду я, ребят, вдаваться в политику, и хочу сказать, что не стоит всех под одну гребёнку. Есть прекрасные люди. Есть люди, которые вполне адекватные, трудолюбивые и абсолютно безобидные. А есть и нелюди, которые за деньги готовы убивать. Невозможно, ребят, было слушать допрос. Невозможно было всё это воспринимать, всё это воспринимать умом, что за деньги можно спокойно взять оружие и пойти убивать. В общем, ребят, я даже не знаю, что сказать, но я понимаю, что в свете последних событий и наших с вами подопечных, которые таджики, естественно, которые также прославились в некрасивом свете. И в сообществе я поднимала информацию и зигование, и то же самое разговор со мной по телефону таджика, который оскорбил моего президента, который оскорблял меня. И понимаешь, ребят, что каждый, наверное, должен находиться там, где он родился. И вот этот видеоролик, который выпустили «Уралка с Сафаром», где Сарафан кидал эти свои понты, что вот, я не расскажу про своё детство, потому что всё перевернут, всё вверх дном перевернут. А что переворачивать? Ты свою жизнь и так уже вверх дном перевернул, так перевернул, что все увидели тебя, Сарафан, с твоим дружком и с Раилом во всей красе. Что он говорил, ребят? Что мама просила прощения, вернее, говорила эта Уралочка, просила прощения за то, что не было что покушать. И Сарафан говорил, что отец ездил, зарабатывал деньги куда-то для того, чтобы было что поесть. Сарафан, а ты тоже будешь просить прощения у своих детей, да? Ты тоже будешь просить прощения, что их сделал и оставил, и поехал пристраиваться к бабке, которая на инвалидности, чтобы высасывать из неё всё, что можно? Ты тоже будешь просить прощения у своих детей. Ты что сделал? Ты сделал детей и оставил их. И не навещал, потому что тебя бабка не пускала, а потому что у бабки огород и дача. Да, а потом ты ещё бабке привёз сына. А хотел ли это твой сын? Хотел ли он в Россию учиться с детьми, которых он не знает, говорить на языке, который ему неродной, изучать этот язык и чтобы его позорили? Хотел ли он это? Ты тоже будешь просить прощения? Я не думаю. Не надо строить из себя бедную овечку, рассказывать, как тяжело жилось. А как же нашим бабушкам, дедушкам жилось? Как жилось нашим родителям? Если взять моих родителей, я знаю, как им жилось в детстве. Я знаю, как не хватало еды, как было тяжело прокормить семьи, а в семьях было по трое детей. И это тоже было тяжёлое время. Но почему-то у Сарафана тяжелее всего. И цель сразу он себе, видимо, и построил. Раз так тяжело жить, то можно жить за счёт бабки. Не работать. А она сама будет работать во вред своему здоровью. А он таким образом будет помогать своим родным и близким. Да, за счёт кого-то. При этом сам будет сидеть на пятой точке ровно. Ездить на четвёртую базу, покупать увеселительные конфетки, ржать, жрать и на славянских костях плясать. Ещё раз, ребят, повторюсь, не все такие, далеко не все такие. Но мы увидели истинные лица отдельных людей. Это Сарафан и Исраил. Сарафан, который вместе со своим другом показали два года назад своё лицо. Показали, как они любят страну, которая их приняла. Показали, на что они способны. Далее они продолжали показывать свою ненависть. Я, знаете, что вспомнила? Я вспомнила тот стрим, я думаю, что многие помнят, когда Сафар бил кулаком об кулак и кричал, как бы он эту вишню прибил. И Уралка прям его остановить не могла. Она хотела остановить стрим. Вот вы представляете, сколько злости у человека к незнакомому лицу. Вспомните, как он говорил, что заходил в социальные сети, чтобы посмотреть на комментаторов, которые ему пишут или о нём говорят. И как он обзывал, как он маты гнул. И высказывался «йо, жаба!». И Уралка опять же ему замечание делала. И это на видео. А представьте, что остаётся за кадром. Сколько мерзости и злости в сторону людей, которые не согласны с ними. И другие моменты тоже. Свинину за деньги рекламирует, хоть сам её не ест. Приходится врать, обманывать по поводу рекламы. Опять же, деньги впереди совести и честности. Говорить можно много, ребят. Но опять же, далеко не все такие. Далеко не все такие. Всё это, что произошло, это очень страшно. Это просто невозможно воспринимать. И невозможно никак понять, как же такое могло произойти. И это 22 марта. В день, когда произошла трагедия в Хатыни. Мои дорогие, я буду заканчивать. Я не буду сегодня многословна. Берегите себя. Берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok